ЧП ЧП Мальчика в шоковом состоянии обнаружила родительница одного из учеников. Шестиклассник сидел в столовой и вид у него был явно нездоровый. Женщина немедленно отвела его в медпункт. Что же на самом деле произошло между учительницей и учеником, пока под большим вопросом. Преподавательница казахского языка отказывается от комментариев. Руководство школы-гимназии имени Пушкина обещает разобраться в произошедшем. По словам директора, учительница казахского языка и литературы Нурсулу Ербаева, всегда отличалась добрым характером и умела расположить к себе учеников. Руководитель учебного заведения считает, что обвинения в адрес педагога беспочвены. Что хочется сказать, что учитель свыше категории и когда мы вот сейчас опрашиваем и узнаем, что и как было, по формативному оцениванию обязательно учитель должен дать обратную связь, комментарий по каждому домашнему заданию. То есть получается это не единичному ребенку, а в 7.15 подгруппе по казахскому языку была дана обратная связь, замечания, какие плюсы и минусы были в делании задания и так далее. То есть какого-то вот такого грубого отношения со стороны учителя не наблюдается при том, что ученик сидит прямо перед ней на первой партии. То есть значит, по сути учитель не обсудил? Учитель говорит, учитель работал в рамках своей компетенции. На основании заявлений уже от 2-го числа у нас начала в школе работать комиссия. В этой связи хотелось бы сказать, что и городское дело образования рассматривает, и в рамках закона, конечно же, будут предприняты меры, однозначно. На сегодняшний день по заявлению учителя она в этом классе не преподает казахский язык, отказалась она преподавать в этом классе, и школой объявлен строгий выговор. Мама пострадавшего шестиклассника настаивает на том, чтобы учителя уволили. Педагог и сама уже написала заявление и отказалась преподавать в этом классе.